Добрый вечер! В эфире самая практически ценная программа. Сегодня поговорим об опасных водах и узнаем, как искупаться и не заплатить за удовольствие собственной жизнью и здоровьем. Бабушка Таня и трое внуков могут болтыхаться часами. Вроде и живут от коровьего озера не близко, но приезжают сюда каждые выходные. Мне кажется, тут и улитки, все что хочешь тут есть. Если озеро живое, там даже на том берегу, вон там цапли. Она права, озеро живое и даже слишком густонаселенное. Кроме улиток и цапель здесь обитают личинки глистов. Причем мерзкие квартиранты только и ждут возможности поселиться в ком-нибудь из купальщиков. Впервые эксперты Роспотребнадзора забраковали коровье озеро еще до начала купального сезона. Потом проверили водоем в начале июня и ближе к концу месяца. Картина не изменилась. Паразиты по-прежнему ждут своего часа в озере. Специалисты уверены, дальше будет хуже. Это связано с тем, что водоем мелеет. Жара, вы видите, какая стоит. И все это способствует только ухудшению состояния в озере Коровье. По идее, коровье озеро вообще не считается пляжем, как и множество других водоемов, излюбленных горожанами. А разница между пляжем и берегом реки колоссальная. Оборудованные пляжи – это городской пляж. В Оренбургском районе это экстрим-парк, база отдыха, Нежинка, Ясная поляна, пляж-карьер. Это места, где, как говорится, водолазами очищено дно. Обучены матрос-спасатели, медики. По официальным данным, с начала года ни один оренбуржец не пострадал на пляжах. Зато в несанкционированных местах купания утонули 25 человек. Почти все взрослые мужчины, которые прекрасно умели плавать, погибших подвела самоуверенность. Чтобы не пойти к дну, специалисты советуют соблюдать простые правила безопасности. Купаться только на официальных пляжах, не употреблять алкоголь. В жару горячительная и холодная вода способны нокаутировать даже здоровое сердце. Не прыгать с мостов и обрывов. Глубина воды меняется часто. И предсказать, насколько глубок водоем сейчас, почти невозможно. В общем, будьте умнее, берегите себя.